Сегодня будет обзор полуавтомата от компании ПТК. Делает довольно качественную продукцию. Как по мне, так удобно просто байонеты перекинуть, да? Вот сечение кабеля 3х2,5. Очень хорошее. Вот это я варил углом вперед, вот это я варил углом назад. Ну и ее я вам рекомендую заменить сразу при покупке. Потому что ну алюминиевые кабели это не годится. Мы же с ним поварим, конечно, временно. Но постоянно я бы им не стал работать, да? Ребятки, привет, мои хорошие. Хочу вам представить Виктора. Кто следит за каналом, те уже видели. Мы пару видео уже с ним снимали, уже есть на канале. Вот я даже не помню, что мы там варили. А, аргончиком мы варили, еще там чем-то. Вот. Сегодня будет обзор полуавтомата от компании ПТК. Он называется Рилан МИГ-200 ГДМ. Вот. Компания ПТК, это хорошие очень друзья нашего канала. Уже мы полуавтомат от них тестили. Я сейчас дам подсказочку, кто не видит, посмотрите обзор. Потом еще, вот обратите внимание, магнитики они нам присылали. Ну, всякие такие расходнички. Вот. А сегодня мы поговорим о полуавтомате. Значит, это полуавтомат с энергетикой от завода Рилан. Это довольно известный китайский завод. Находится в провинции Шэньчжэй. Делает довольно качественную продукцию. Обратите внимание, прямо на упаковке написано, что компания ПТК дает на этот аппарат 5 лет гарантии. Если за 5 лет что-то происходит, по гарантии он ремонтируется, да, либо меняется на новый. Короче, распаковка. Погнали. Виктор нам сегодня поможет. Он, в общем, по образованию инженер, да, Виктор? Да, электрончик. Я как бы сварщик, я далеко не электрончик. Я вот варить умею, а что там внутри аппарата, я не совсем хорошо разбираюсь. А Виктор как раз в этой теме, как рыба в воде. Так, первое, что нас встречает в этой коробке, это вот такая вот еще одна коробка. И внутри этой коробки, я так подозреваю, лежит горелка. Да, так и есть. Кабель массы, горелка. Ну, и шланг для смеси или для углекислоты. Так, вот сам аппарат. Инструкция, которую мы, скорее всего, читать не будем. Ну, и вот сам аппарат, коллеги. Обратите внимание. Так, немножечко пробежимся по характеристикам. Значит, работает от сети 220 вольт плюс-минус 15. То есть, если мало напряжения в сети, он вряд ли сможет работать. Значит, напряжение холостого хода 56 вольт. ПВ 60%. КПД 80%. Встроенный подающий механизм подачи проволоки. Диаметр проволоки от 0,6 до 1 миллиметра. Диаметр электрода от миллиметра до 4 миллиметров. Класс защиты IP21. Ну, вот такие стандартные характеристики. Так, коллеги, обратите внимание. Задняя панель. Тут клавиша включения-выключения. Сюда подается газ. И здесь еще есть отверстие для проволоки. Это если катушка 15-килограммовая. Значит, можно какое-нибудь подающее поставить наружу. И сюда будет протягиваться проволока. Ну, и сетевой кабель. Сетевой кабель достаточно длинный. Да, сетевой кабель, смотрите, метра 3. Наверное, я думаю, есть точно. Значит, на передней панели байонеты. Евроразъем. Это кнопка клавиша меню. Клавиша регулировки. Выбор режима. Ну, давайте, наверное, включим. И потом уже поподробнее все это рассмотрим. Вот сечение кабеля 3х2,5. Очень хорошее. Да, вот, Виктор, видите, сразу про кабель. Да, он мягкий. Хороший кабель, да. Да, на холоде он будет мягкий. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, внутри стандартный двигатель протяжки. Здесь есть вот такая вот крышечка снимается. Здесь можно менять полярность. Прямую и обратную. Да, здесь еще ставится ролик запасной. Такого же типа. Но если есть, в комплекте нет ролика. И сюда ставится ключ, шестигранник. Но почему-то его тоже нет в комплекте, чтобы откручивать вот эти болтики. Возможно, и есть. Так, ребят, вот мы, смотрите, нашли ролик запасной. Вот сюда одевается запасной ролик. И шестигранник. Вот для них есть места. Шестигранник из комплекта. Да, шестигранник. Это чтобы поменять полярность быстро. Ну, не знаю, насколько это удобно. Как по мне, так удобно просто байонеты перекидывать, да? Виктор, как ты думаешь? Меня вот это устраивает вполне схема. Такая тебя устраивает, да? Да, чтобы здесь ничего не болталось. В моей практике я не переключаю ничего. То есть, зарядил, все, работаем. Подключение газа. Штуцер в комплекте, очень удобный. А, да, видите, в комплекте быстросъем. Быстросъемный штуцер. Тоже это очень хорошо, да. Некоторые говорят, что через них травят. Но я ничего не травят. Ничего не травят. Он у Виктора в гараже. Все на быстросъемах, да, Виктор? Да. И вот в комплекте два хомучика. Отличная тема. А это для, потом вот, запробовал. Здесь очень хорошая, удобная дверца. Да. Просто одним пальчиком очень хорошо открывается и закрывается. Так, ну все, давайте, ребят, включим, посмотрим, пробежимся по меню управления. Так, ну вот наш аппарат включен. Так, ребят, в режиме ММА, какие у нас есть настройки? Значит, первым нажатием кнопки меню мы можем настроить горячий старт. Значит, от нуля до 50% будет накидывать ток. Вторым нажатием мы регулируем время горячего старта. От нуля до двух секунд. Две секунды это, конечно, перебор. Я думаю, для горячего старта 0,5 секунд будет вполне за глаза. И следующим нажатием мы можем регулировать форсаж дуги. От нуля до 80% накидывает форсаж дуги. И еще одним нажатием, тут есть даже индукция в режиме ММА. Что она делает, эта индукция в ММА, я без понятия. Может, мы поварим, посмотрим. Ребят, в режиме лифтик регулируется только ток. Никаких дополнительных настроек нет. То есть, от нуля до 180 А. Видите, вот эта крутилка, конечно, очень неудобная. Да, Виктор? Сейчас. А, тут можно нажать. Все, все, я понял. Ребят, смотрите, здесь, когда просто ее крутишь, очень долго вот это все перематывается. Но если нажать и покрутить, тогда очень быстро. Видите? Видите, какая штука интересная. Смотрите, в режиме МИК есть у нас два варианта. Первый режим – это сварка в сварочной смеси, то есть аргон плюс СО2. И второй режим – сварка в чистой углекислоте. Так, здесь нам доступны двухтактный и четырехтактный режим. Чтобы переходить между ними, надо зажимать кнопку меню и немножко ее подержать. Видите, перескочил на четырехтактный режим. Дальше, что нам еще доступно? Здесь мы можем сделать небольшую корректировку напряжения. То есть одним нажатием кнопки меню мы можем в минус 20% убрать напряжение, либо плюс 20% добавить. Еще одним нажатием мы можем регулировать индукцию от минус 10% до плюс 10%. Ну вот и все настройки, какие здесь имеются. Выбора толщины сварочной проволоки здесь нет. То есть, когда мы меняем диаметр сварочной проволоки, это уже придется регулировать напряжением. То есть добавлять, либо убавлять. Так, ну я предлагаю заряжаем проволочку и что-нибудь поварим. Какую проволоку начнем? 0,8, конечно. Давайте 0,8, заряжаем и погнали. Так, ребята, сейчас пробую углом вперед. Проволочка у нас 0,8, металл 3 мм. Я думаю, достаточно. Теперь попробуем немножко углом назад. Теперь пробую углом назад на тех же параметрах. Углом назад на тех же параметрах будет побольше. Ну это и нормально. Вот так и должно быть. Ребята, вот обратите внимание. Вот это я варил углом вперед, вот это я варил углом назад. Вполне себе годный результат, вполне годный результат. Единственное, конечно, брызгочки присутствуют небольшие. Но это, я так думаю, потому что металл я не подготавливал. Он металл как бы новый, видите, заводской. Все-таки пленочка какая-то есть, надо защищать, конечно. Я не защищал. И еще плюс у меня углекислота. Если взять смесь, то брызг, я думаю, не будет практически вообще. Ну а так результат вполне себе нормальный. Видите, годные швы, все ровно, все четко. Теперь давай попробуем вертикал. Пробуем, ребятки, вертикальчик сверху вниз. Вертикал вообще отлично варит. Просто чудно. И результат, я думаю, будет отлично. Достаточно. Коллеги, обратите внимание. Видите, вертикальчик сверху вниз. Идеальный плотный шовчик. Идеальный. Укладывает металл, ну просто чудо. Просто варить в одно удовольствие. Вертикал сверху вниз, ну класс. Так, ребят, вот сейчас мы тестим функцию ММА. Я уже не стал заряжать рутиловые электроды, так как обычно в полуавтоматах функция ММА урезанная. И основное покрытие практически не варит. В этом аппарате ситуация очень хорошая. Здесь, видите, я зарядил ЛБ-52, 2,6 диаметра электродик. Прекрасно варит. Прекрасно варит. Основное покрытие тянет запросто. Мягенько, всё чётенько. Ну, сами видите. Ну, я думаю, достаточно. Ну, вот, ребята, видите результат. Вот здесь у меня небольшой валик такой получился. Металл ещё был холодный. А когда металл прогрелся, уже, видите, идеальный ровный шовчик. Поэтому аппарат очень даже достойный. Основное покрытие тянет без проблем. Так, ребят, обратите внимание. Видите, вот это вот посадочное место для проволоки. Я его, когда первый раз вот так попробовал, сильно легко крутится. Здесь у катушки должен быть натяг, чтобы она сама, самопроизвольно не разматывалась. Поэтому снимаем прижимную гайку и там любым ключиком, какой у вас есть. Пальцами. Можно даже пальцами, да. Вот эту гаечку, там пружина под этой гаечкой. И вот мы её прижимаем. И вот она уже... Чтобы было сопротивление. Да, чтобы было сопротивление. Но это сильно туго. Так, чтобы было небольшое сопротивление. Сильно туго тоже не надо, чтобы не напрягать протяжный механизм. Ну, вот так, я думаю, будет отлично. Вот так будет замечательно. Так, обратите внимание. Здесь ролик стоит 0,8. И под 0,8 подмиллиметровый диаметр проволоки. Ну, у нас сейчас в данном случае 0,8 проволока. Её и ставим. Так, ставим катушку. Ну, ребят, вот эта прижимная гайка, её тоже, я сейчас на память не помню, в сети есть таблица. Можете поискать, кому интересно. Какое напряжение должно быть на роликах? В районе трёх. В районе трёх, да. Перетягивать сильно тоже нежелательно. Вот у меня сейчас троечка как раз и стоит. Вот и всё и пойдёт. Вот 15-я горелка. Длина почти... Ну, 3 метра вряд ли тут есть. Ну, почти 3 метра. 3 метра, да, они 3 метровые. Уже заряжен наконечник 0,8. Вот на нём написано 0,8. Ну да, по умолчанию 0,8 наконечник. Поэтому с него мы и начинаем. Видите, ребят, в катушках отверстие, а там есть ответный такой штырёчек. Вот на него надо насаживать. Я с первого раза не обратил внимания и не попал. Короче, ребят, эта катушка, это такая... Администрационная. Это пробничек, это нам на выставке её дали. Здесь килограмм проволоки был намотан. И она почему-то сюда как надо не садится. У меня есть другая нормальная катушка. Мы потом попробуем вам покажем. Так, протягиваем дальше. Всё, готово. Да, здесь провод алюминиевый. Я это знаю, ребят, потому что я уже посмотрел у одного знакомого блогера. Он уже, ну, стирал. А это видно здесь на торце. Вот, если посмотреть с торца, видно, что белое, что алюминий. Нет, вот, вон, видишь, проволочка. Ну да, с торцов видно, что белое. Вон белое. Да. И вот эти тоже немедные щёчки. Они магнитятся. Ну, то есть, алюминий покрашенный и металл покрашенный. Ребят, ну, тут, смотрите, здесь режим ММА есть в этом аппарате. То есть, электродиком поварить можно. Но держатель в комплекте не идёт. В комплекте идёт вот только кабель массы. Ну, и её я вам рекомендую заменить сразу при покупке. Потому что, ну, алюминиевые кабели, это не годится. Мы сейчас им поварим, конечно, временно. Но постоянно я бы им не стал работать, да? Ребят, я вот не увидел. В комплекте есть вот такая вот штучка. Это направляющая для проволоки. Она вот сюда ставится. То есть, вот этот винт откручивается. Я сейчас ставить не буду. Ну, я вам покажу, что он есть в комплекте. Вот сюда ставится. И тут более длинный канал. Это для мягких проволок. Для самозащитных, скорее всего. Вот, с этим каналом будет работать лучше. Так, ребят, сейчас давайте замерим, какой он ток выдаёт. Корректно ли он показания выдаёт. Сейчас мы всё замерим, проверим, вам покажем. В общем, погнали. Во время сварки этот индикатор показывает рабочий ток. Он практически совпадает с измерителем. И через некоторое время он возвращается к показателю скорости подачи проволоки. То есть, это двойной индикатор. Так, ребят, мы сейчас поставили максимальный ток. Накрутили, сколько он может выдавать. Проверим, сколько он выдаёт. Варим. 150 было. Но это ещё не максимальный. Сейчас мы сделаем максимальный. Давай. Так, ребят, мы поставили максимальный ток. Проволока у нас 0,8. 160 ампер, 164 было. 160 выдаёт, да? 160 выдаёт. Ну, заявлено заводом 200 ампер, поэтому я предлагаю поставить миллиметровую проволоку и протестить, да? Так, ребят, ну мы наконец-то разобрались. У нас, знаете, в чём была проблема? Заявлено производителем, что он выдаёт 200 ампер в режиме полуавтомата, да? Ну, у нас стояла проволока 0,8, и он выдавал 160 ампер максимум. Максимум. Больше не выдавал, мы на всю выкручивали. Сейчас мы зарядили миллиметровую проволочку, и он выдаёт по 220 доходило, да? Когда на максимум, но нас даже автомат не выдерживает, он вырубает. Мы вот убавили там 23 с лишним вольт, он можно поставить максимум, да? Вот сейчас 21 вольт мы поставили, 200 выдаёт. Давайте проверим, вам покажем. Смотрите. Выдаёт, с запасом. Выдаёт, да. Теперь давайте покажем, сколько он потребляет при максимальной нагрузке. Вот видите, ребята, у нас автомат показывает входящее напряжение, и нижнее табло показывает, как... Потребляемый ток. Да, я сейчас поварю, и то, имейте в виду, ребята, это у нас сейчас не на максимум, потому что я себя выкручу на максимум, у нас вырубит. Вот сейчас 200 ампер он потребляет. 220 вольт, 229 вольт. Вот смотрите. 53 ампера, 51. Ну, максимум был 53 ампера. Да, видели? Бытовая сеть настолько не рассчитана. Ну, всё. Вот всё, что мы имеем. Ребят, ну, давайте подведём итоги. Я вот, обратите внимание, сделал слайд-шоу. Это с сайта производителя, компании ПТК. Вот, ссылочка будет в описании. Обязательно переходите, смотрите. Там все характеристики даны. Стоимость увидите сам. Я стоимость озвучивать не буду, потому что сейчас курс доллара плавает, и стоимость, соответственно, тоже. Единственное, я хочу сказать, что сейчас рубль значительно отыграл. Уже даже он укрепился больше, чем до вот этих всем нам известных событий. И я мониторю цены. Цены уже значительно опустились, чем они были раньше. Поэтому сейчас это всё становится гораздо доступнее. Вот, что я хочу сказать касаемо этого конкретно аппарата. Аппарат вполне нормальный для бытовых целей. За глаза его хватает. Он выдаёт даже больше заявленных показателей. Заявлено 200 ампер в режиме ММА. Он выдаёт 230-240, из него даже можно выжать. Главное, чтобы сеть выдержала. Да, главное, чтобы сеть выдержала. У нас не выдерживала. Ну, 200 ампер ещё держит. Когда уже за 200 уходит, у нас уже вырубает автомат. Защита, да? Да, защита срабатывает. Если будет такой хороший рубильник, желательно три фазы, будет тянуть спокойно. Да, плюс ещё очень хорошо, что тянет основное покрытие, ребят. Это очень хорошо. Обычно в таких аппаратах функция ММА есть встроенная, но она очень урезанная. Рутилом варит, а основным покрытием уже не тянет. Электрод просто не горит. Здесь спокойно. И плюс, очень хороший плюс, что работает, поверьте мне на слово, я не стал замерять, тратить время на это, но поверьте мне на слово. И горящий старт, и форсаж дуги работает стабильно и адекватно. Причём это всё настраиваемые функции. Их можно убавить, добавить, убавить и вообще убрать. Можно выключить, понимаете? Даже индуктивность функции ММА есть индуктивность. Я впервые такое встречаю, но она есть. Мы даже пробовали с Виктором. Да, немножко звук меняется в сварке. Да, звук немножечко становится мягче, когда индукцию накручиваешь. Лёгкий? Да, он очень лёгкий, очень компактный, не займёт места ни в каком багажнике, практически никакого места не займёт, да? Да, несмотря на 5-килограммовую проволоку, катушку, то есть она впритык, но умещается. Есть возможность ставить килограммовую катушку, и можно поставить 15-килограммовую катушку. Здесь есть отверстие для протяжки проволоки, да? Ну, вполне себе достойный аппарат, вполне достойный, ребят. Ну, канареечный цвет, конечно. Да, конечно, сильно маркий цвет. Ну, что мы с этим сделаем? Не будем говорить. Беречь надо его. Есть довольно известная европейская марка, тоже в таких цветах. Ну, у меня на работе тоже жёлтый аппарат, и работаем спокойно. Ну, да. Иногда я вот тряпочка вот так протёр, или влажная салфеточка, и он опять как новый. Да, ну и ручку желательно чем-то обмотать. Да, ручка алюминиевая, её желательно обмотать, потому что тоже будете лапать, она будет чёрная, некрасивая. Вот так её обмотать, там, что-нибудь, и всё. Ну, общее впечатление очень хорошее аппарат. Хороший аппарат, да, вполне себе достойный. Да. Рекомендует. Минус, что, конечно, нет, да, это и не надо. Хотел сказать, нет держателя в комплекте. Он и не нужен, но всё равно менять, потому что кабель алюминиевый. Правильно? Да, для гаража, для бытовых целей. Я хочу сказать, даже если в комплект производитель кладёт медные провода, медные, бывает очень редко, но бывает, и я всё равно их буду менять, потому что у меня на держак минимум 10 метров. Длины не хватает. Да, минимум 10 метров я всегда ставлю, а полтора метра, ну это несерьёзно, это постоянно его с собой таскать, да? Всё равно их менять. Ну вот всё, что мы хотели с Виктором вам рассказать. Ребятки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал наш на Яндекс.Зене, в Телеграм-канал, ВКонтакте, нашу группу добавляйтесь. Вот. Всем пока, увидимся в следующих видео. Спасибо, до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok